Микс Ньюс И вот что это такое, новая филармония? Вот вы сказали, новый зал, новый сезон, вот, кстати, и новая филармония. Но новая филармония – это название, которое мы придумали три года назад для циклов концертов-лекций для всей семьи, которые проходят в Национальной библиотеке весь зимний сезон с октября по апрель. У нас прошло уже три года, и у нас замечательная публика, изумительный зал, в котором можно реализовывать самые разнообразные идеи, поскольку там есть, во-первых, великолепный рояль, во-вторых, возможность делать мультимедийные проекты, поскольку очень хорошая аппаратура и прекрасная акустика. И вообще это помещение, зал в библиотеке, мне кажется, прекрасное место для проведения вот такого интересного воскресенья. Потому что вы приходите к 12 часам на концерт-лекцию, после этого вы можете погулять по библиотеке, это бесплатно. Просто заказываете пропуск и идете гулять по библиотеке, по разным этажам, разным залам, поскольку здание очень интересное, очень современное, насыщенное книгами. На первом этаже постоянно проходят очень интересные выставки. Не знаю, какая сейчас, но тоже вот узнаю, придя туда в воскресенье. Выставки всегда очень необычно организованные, интерактивные, рассказывающие либо об истории каких-то книжных изданий, либо о книжных новинках, либо знакомящие, например, детей вообще с книгами. Очень была интересная выставка в прошлом году, там просто паломничество было. А зал, там есть, по-моему, специальный зал для детей, то есть там детский зал, то есть там очень много... Да, действительно очень интересно. Я знаю, что участие общества, даже не будем делить по языкам, а действительно участие общества такое, скажем так, осторожное отношение к библиотеке. Так вот, я хочу вас уверить, что это замечательное здание, и когда мы приходим туда на концерт, не наша с вами забота, сколько стоит помыть там окна, я так считаю. А наша с вами забота – это присвоить ещё одно культурное пространство, сделать своим, насытить его своей собственной энергией, что мы и делаем. И вот наш цикл «Новая филармония», он рассчитан на семейное посещение, поскольку я рассказываю о музыке, но я не только о ней рассказываю, я ещё её показываю, и в живую музыку играю сама и приглашаю замечательных музыкантов играть те музыкальные произведения, которые связаны с темой, выбранной мной для очередной лекции. Кроме того, я не зря сказала о мультимедиа, кроме того, это и визуальный ряд, и каждый раз он другой. То есть это могут быть живописные полотна, репродукции, это могут быть архитектурные сооружения, это могут быть фрагменты из каких-то фильмов. И поскольку мы рассчитываем на аудиторию разного возраста, это обычно от 5-6-7 лет до 87, то действительно приходят семьи и дети, и взрослые дети, отроки, и подростки, и молодёжь, и юношество, и папы, и мамы, и бабушки, и дедушки, и приходят иногда и без детей, потому что давно уже все поняли, что за очень скромные деньги можно получить полтора часа великолепного, интересного времяпрепровождения, такого высококультурного и непосредственного при этом. То мы стараемся, чтобы для каждого возраста в этом моём рассказе было что-то особенное. Ну вот говоря о детях, и думая об этой аудитории, я расскажу нашим слушателям, что почти в каждом моём рассказе, в каждой лекции есть какой-то мультипликационный фильм, связанный маленький фрагмент. Это для меня самой очень интересно, это находить, потому что это всегда какой-то новый опыт, или мультипликация, или анимация, пластилиновые фильмы современные, или это фрагменты из каких-то игровых фильмов, очень нестандартные. Люди иногда приходят после концерта, подходят и спрашивают, вот вы показывали фрагмент, там, минутный, а как называется фильм, вот из которого этот фрагмент, мы теперь весь фильм хотим посмотреть. Ну это, на самом деле, мне кажется, что вот такой формат, где соединяется музыка, слово, поэзия, архитектура, экскурсия по музыкальному музею, концертному залу или городу, это действительно очень современно и ярко. Мне не очень удобно об этом говорить, потому что я сама как бы создатель этого, но я уже, мне кажется, в той позиции, когда я могу от себя отстраниться, от себя как человека, который там на сцене, и вот сегодня как рассказчик в передаче, могу сказать, да, действительно, это очень интересно, у нас потрясающие отзывы. Единственное, о чем все сетуют, почему вы это не записываете на видео, не выпускаете потом на YouTube или на какие-то каналы, вам надо уже заводить свой канал. Но мне всегда кажется, что для того, чтобы выставлять что-то на YouTube, надо сделать абсолютно безупречное качество. А такой живой концерт, особенно, когда он происходит впервые, а поскольку я каждый раз придумываю новое, то это каждый раз впервые, то мне всегда кажется, что могут быть шероховатости, которых в записи не должно быть видно. Но я думаю, что я к этому тоже приду, потому что люди потом пишут. Вы знаете, вот мы были на вашем концерте, а мы хотели бы вот эти ощущения повторить, можно ли где-то это увидеть в телевизионном виде. Ну, это у нас впереди. Но я хотела сказать, что первые два года мы посвящали каждый концерт одному композитору или музыкальному направлению, а в прошлом году я сделала цикл «Музыкальные столицы мира». И мы побывали в Петербурге, в Нью-Йорке, в Праге, еще в нескольких городах, в том числе и Рига, как культурная столица Европы 2014 года. Она тоже привлекла наше внимание для рассказа. И получилось очень интересно, и много очень неожиданных было фактов и для меня самой, и для нашей публики тем более. И в этом году мы решили продолжить традицию вот этих музыкальных столиц. И мы начинаем с Парижа. Вот мы сейчас расскажем, просто у нас есть звонок. Здравствуйте, доброе утро. Пожалуйста, представьтесь. Доброе утро. Как я в тему услышал вашу передачу, я блогер на Ютьюбе, и я покупал себе новые камеры, интересовался студийными микрофонами для запихи концертов. И на Бриви Бас есть такой магазин «Центрс», это Sony Центр, официальный представитель Sony Центра. И там есть ваш поклонник, который фонотеет от вас. И он мне говорил, вы знаете, я был на этом концерте, посмотри, как я это записал. И он показал, как он записал ваш концерт. А может быть, это было в первый год, когда у нас действительно происходили записи. Может быть, это было тогда. Это было качественно. Вы говорите, качественного контента нет. Он уже есть даже в записях. Боже мой, какой кошмар. А я этого не знаю. Вы просто подойдите, поинтересуйтесь. Бриви Бас, «Центр Sony». Я поняла. Большое спасибо. Приходите, просто приходите на концерты. Ну, может быть, потом и запишем. Может быть, это начало большой дружбы, как в Касабланке. Может быть, возникнет какое-то сотрудничество и будет возможность делать или на этом канале, или вам помогут сделать свой канал, как раз-таки эти отчеты. Я понимаю, что вот мы начали говорить о том, что она открывается с Парижа, и вот что же это будет, что из себя представляет вот эта лекция, то есть это вот возможность побывать в Париже. Да, вы знаете, ну мы, даже когда мы по городам путешествуем, у нас каждый раз это происходит по-разному, потому что есть города, в которых мы берем, скажем так, горизонтальный срез, то есть этот город сегодня, но, как правило, мы берем его историю, историю музыкальную, историю литературную, художественную, то есть это всегда не только о музыке, это всегда о разных видах искусств. Например, когда мы рассказывали о Вене, мы показывали бетховенский фриз, а это огромное, так сказать, внутреннее убранство здания, в котором художники 20 века на тему Бетховена создали фрески. А что касается Парижа, мы решили так, поскольку только список тех, кто в Париже жил и творил, занял бы все вот эти полтора часа лекции, то у нас будет прогулка по Парижу, по местам, вот где происходило что-то особенное, а музыкально мы сконцентрируемся на импрессионистах. И будет звучать музыка для флейты, для фортепиано, для виолончели, будут замечательные музыканты, флейтистка Алиса Климанская и пианистка Роксана Тарвид, известная сейчас, вот только что вернулась с конкурса фортепианных дуэтов из Австрии, где они получили лауреатские, все возможные лавры. Я сама буду играть. И виолончелистка Эстер Гринбергану, замечательная музыка, Дебюсси, Равель. И, естественно, мы пройдемся по местам Парижа, которые в сознании каждого из нас связаны с музыкой. Это, конечно, опера Гарнье, где не исключено, что до сих пор живет призрак оперы, и мы об этом тоже поговорим. Это концертный зал Олимпия, в котором знаменитые поп-звезды выступали, в том числе, единственная российская певица Алла Пугачева в свое время и Эдит Пиаф, естественно. Мы поговорим, расскажем о музыкальном городе, такой музыкоград, который существует в Париже, объединяя концертный зал, музей и несколько разных площадок. Мы посмотрим живописные полотна художников 19-го, 20-го веков, именно связанные с Парижем. Мы услышим стихи и прозаические небольшие фрагменты, говорящие о Париже. Но не зря мы назвали этот свой вечер или утренник праздник, который всегда с тобой. Наши слушатели знают, что это слова из прекрасной повести Хемингуэя, именно о Париже. Вы упомянули импрессионистов, и вообще сейчас такая тенденция идет последние, наверное, несколько лет, что импрессионисты начала 20-го века все это в живописи, делают выставки, все это очень такое новое течение, модность сейчас, если так можно сказать. По поводу музыки вы тоже можете сказать, что сейчас это больше востребовано? Вы знаете, мне кажется, на самом деле, сейчас я подумаю, но дело в том, что я выросла на импрессионистах и постимпрессионистах. Это было мое любимое время. Мне его открыла моя двоюродная сестра, петербургская художница, подарив мне альбом постимпрессионистов. Ревалда, да нет? У него был импрессионизм и постимпрессионизм два сереньких тома огромных. Нет, у меня была такая альбом, она мне подарила, он назывался «Постимпрессионисты», он был советский, и в нем были работы Ван Гога, Гоггена, Сезанна и, не помню, по-моему, Синьяка, ну вот этого второго поколения импрессионистов. Я думаю, что интерес к этому возникает, потому что мы уже отдалились на некоторое время от этой эпохи, пережив много разных сложных, интересных, загадочных и альтернативно провокационных течений искусства, и в том числе живописи двадцатого века, мы оборачиваемся назад, но не так далеко, как, скажем, в возрождение или в классицизм, а в ту эпоху, которая, с одной стороны, нам близка, а с другой стороны, мне кажется, нам очень созвучна. Все-таки, вот импрессионизм, постимпрессионизм и ранний модернизм это то, что не не создает дистанции между тобой и, скажем так же, в описанном полотном, потому что вот возрождение это всегда дистанция, классицизм это всегда дистанция. А импрессионизм это о тебе, это о тебе, о твоих чувствах, о твоих семиминутных переживаниях, о твоих собственных впечатлениях, что, собственно, и дало название всему течению, как брошенное критиком слово стало, сказать, именем, буквально именем, вот прям с большой буквы. И мне кажется, что в этом корень интереса, в близости тебе и в отсутствии, вот, а в отсутствии этой провокации, которая, скажем, создает современное искусство, оно же провокативное, и, во-вторых, большой вопрос искусства, ли оно, да, мы это понимаем. А то, что в начале 20 века это бесспорное искусство, и не потому, что эти картины висят в музеях, а потому, что мы это понимаем, потому, что оно не просто с нами говорит о том, что нас окружает, оно заставляет нас по-иному взглянуть и на то, что нас окружает, и на самих себя. И мне кажется, что в этом смысле музыке импрессионистов повезло больше, потому, что ее время было постоянно. Вот, как только Равель написал свое Болеро, оно стало использоваться и используется постоянно, не было перерывов. Дебюсси написал после Полудина у «Отдых фавна» то же самое, или там фортепианные произведения, песни и так далее. Мне кажется, что не было даже вот этого противостояния, но если не брать самое начало, когда этим композитором тот же Дягилев заказывал музыку к своим музыкальным спектаклям, и это вызывало бурю очень разнообразных чувств. Кстати, тот же самый театр на Елисейских полях пережил абсолютный скандал, когда там впервые исполнялась «Весна священная» Стравинского музыкальное произведение и балет, сделанный по заказу Дягилева. И там было просто мордобитие в зале, потому что одним понравилось, другим не понравилось, скандал был жуткий, но, думаю, Дягилева это было на руку, шумиха, и на следующий спектакль, конечно, было не попасть. Но вот это было то время, когда это все создавалось, и мы об этом времени тоже поговорим во время, простите, время, о котором мы будем говорить во время нашей воскресной лекции. 20 числа. То есть это совсем скоро? Это сейчас совсем скоро, да. Для тех, кто идет с детьми, скажу, что мы покажем прелестный фрагмент из большого фильма Диснея «Фантазия». Фрагмент называется «Ученик-чародея» Поля Дюка, французского композитора, сказка, где ученик-чародея смог вызвать силы, чтобы таскать ведра, но не смог их остановить. И во что это превратилось? И у Поля Дюка есть прекрасное симфоническое произведение, как раз рассказывающее эту историю в музыкальных образах. Дисней, как человек очень чувствительный, создавая свою музыкальную фантазию, он действительно проявил такую невероятную фантазию, создавая вот эти художественные образы, соответствующие музыкальным сочинениям. И вот одна из прелестных зарисовок это Поля Дюка, как раз ученик-чародея, где ученика-чародея играет Микки Маус. И вот он там совершает волшебство и дирижирует этими кадушками с водой. По поводу детей, вот полтора часа и лекция, может кого-то даже отпугнуть, что все-таки долго, например, для ребенка 5-6-7 лет. Я думаю, те, у кого такие маленькие дети, они рассчитывают, что дети разные. Есть те, которые 10 лет. Можно, конечно, уйти пораньше, но как я вижу, вы знаете, очень забавно бывает, приходят, например, с трехлетними детьми, которых мы не приглашаем, и сидят эти дети, но потом они просто, им надо выйти по делам, тогда они выходят и возвращаются, но на самом деле те, кто к нам приходит не первый год, они знают, что, конечно, мы рассчитываем на школьный возраст. Хотя есть у нас родители, которые 5-6-летних детей приводят, и те сидят, разенув рот, но дети же разные. Я просто думаю о том, что, то есть я не думаю, я делаю, потому что я об этом думала всегда. Я всегда думала о том, кто будет на мои концерты ходить спустя 5, 10, 20, 30 лет и так далее. Поэтому, окончив консерваторию, я не пошла по распределению на кафедру специальной фортепиано, хотя это было самое лучшее, что вообще, о чем можно было мечтать, высшее учебное заведение, преподавать. А пошла рассказывать о музыке в простую среднюю школу. Но это привело к тому, что сейчас мои выпускники Пушкинского лицея, Академической гимназии, 86-й школы в конце Плявников, они приходят сами ко мне на концерты и приводят детей. И вот это такая прелесть, когда они с детьми приходят вот на эти концерты. И даже кто-то мне написал потом на фейсбуке, Инна Анатольевна, у меня абсолютное дежавю. Потому что 20 лет назад я вот к вам ходила, вы со мной ходили там в Домский собор, там с нами, я их водила по разным концертным залам, а теперь мы к вам вот пришли, и вы все та же, а мы уже с детьми, и как это необыкновенно. Ну, вот такое, такой экскурс, как бы, прошлый. Но с другой стороны, ведь для детей очень важно, любые родители хотят, чтобы дети выросли, все-таки получив что-то, кроме, ну, каких-то, я не знаю, просто роликов в Ютьюбе и видеоигр. Потому что они так получены. Да, и вот эта возможность как бы образовывать в какой-то занимательной форме. В занимательной форме образовывать. Потом, мне кажется, что вот именно эта форма, когда ходят всей семьей, она важна для общения семейного, и дети понимают, что для родителей это важно. Все вместе, то, что они делают, это важно для родителей. Потом у них есть целое воскресенье, чтобы обсудить то, что они увидели, услышали. Это же масса впечатлений. Вы знаете, летом я была на симфоническом концерте в Юрмале, и, разговаривая со своими приятелями, посетовала, что, да, народу довольно много, почти полный зал, но нет молодежи. Они мне возразили, ну, вот они вырастут, будет им там 30-35, вот они тогда и придут. Я говорю, знаете, я еще помню время, я вроде не Тортилла, 400-летняя, но я помню прекрасно то время, когда ходили семьей на симфонические концерты, без всяких комментариев, без всяких развлекалок в виде мультиков, то, что мы сейчас, допустим, делаем. Просто, ну, это было потребностью, и это было таким, как бы, дисциплинированным шагом. Люди раз в месяц ходили в театр, раз в месяц ходили на концерт, раз в месяц ходили на лекторий. И понятно, что была другая жизнь. Не было интернета, не было Ютьюба, не было компакт-дисков. Пластинку хорошую достать было проблемой. Понятно, что было другое время. Но почему в том числе мы о нем ностальгируем? Потому что оно давало нам бесценное общение непосредственное, которое мы сейчас очень часто подменяем и заменяем социальными сетями, интернет-ресурсами и прочим. И вот то, что делаем мы, оно восстанавливает вот это недостающее звено. Мы все-таки даем общение непосредственно. Я стою, я с ними разговариваю. Они меня все видят, они меня слышат, они потом ко мне подходят, они со мной фотографируются, я с ними разговариваю, со взрослыми, с маленькими, с любыми. Я живой человек, я не на экране. Живые музыканты приходят, они играют. Живое исполнение. Живое исполнение, то, что сегодня называется живой звук, без всякой подзвучки. Вот они перед тобой дышат, они дышат, они сбиваются, у них юбка на каблук наматывается. Ну, мало ли что может произойти, они живые люди, и ты видишь этот живой процесс. Потом я показываю фрагменты с кино, но я объясняю, почему я его показываю. Не просто, чтобы занять ваше время, или чтобы у вас перед глазами что-то помелькало, пока я своими делами займусь, а это связано с тем, о чем мы говорим. И потом мы опять об этом говорим, и я задаю вопросы. Еще хочу сказать, что поскольку в этом году у нас, как наши слушатели многие знают, появился свой маленький концертный зал, то мы будем немножко делить нашу аудиторию, и об этом приду к вам расскажу, когда это совсем будет уже близко. Мы для дошкольников будем делать отдельные встречи у рояля для маленького сообщества. То есть в библиотеке все-таки зал больше трехсот мест, а я буду делать маленькие встречи, где будет не больше тридцати детей. И это будут от четырех до восьми примерно лет. Ну, родители сами знают, уже чувствуют, куда лучше пойти. Или в национальную библиотеку на большое, или к нам в зал Артисима на маленькое. Или туда же. Или туда же и туда. Конечно, это же разные темы и опять же разные формы. 20 октября. 20 октября открывается новая филармония Парижем, затем будут еще и Гамбург, я тут вижу, и много... Венеция. Венеция, Москва, Токио, Варшава. Разные города. И у каждой со своей невероятной историей должна сказать, что я это делаю сама с большим удовольствием, потому что, несмотря на то, что как будто бы я знаю не так мало, я очень много узнаю сама. Спасибо большое. На сегодня, да, пора нам заканчивать. Расскажу чуть-чуть о сегодняшнем дне. После 11 часов Латвии Аэропасмая программа с Абиком Элкиным. Политолог Янис Григолис придет к нему на эфир. После 11.30 программа Безантракта с Евгением Шерменевой. После 12 часов будет повтор программы Подоплека. После 14 часов в программе Абонент доступен будет священник, клирик Казанского собора на Красной площади Игорь Фобин. Тоже интересный гость. После 16 часов и после 17 часов программа Прямая речь опять-таки с Абиком Элкиным. Так что не переключайтесь, день насыщенный. Спасибо вам за участие и за ваше внимание. Анастасия Смоловская, Олег Пека провели это утро с вами. И Евгений Копейн сегодня помогал нам в качестве звукорежиссера. Спасибо. Всего хорошего.